Итак, друзья, чего ждем от цены биткоина в ближайшее время, в какие сделки собираюсь ходить и в каких сделках нахожусь прямо сейчас. Все это будет сегодня в обзоре по рынку. Поехали без долгих слов. Сразу переходим на графики. Мы с вами сейчас видим график трехчасовой на битке. Каждая свеча здесь, собственно, это один час. Что нас здесь с вами интересует? Смотрите, вот самое важное, что вам сейчас нужно понять с этого обзора, и в принципе самая важная мысль, то, что последний пролив, вот этот на 15%, ничего критичного в нем не произошло. Давайте еще раз. Вот, чтобы было понятно, вот так вот сделаю. Ничего критичного не произошло. Серьезно. А теперь разбираемся. Поехали. Смотрите, у нас сейчас с вами... Так, это у меня слетел график на S&P. Короче, у нас сейчас с вами трехчасовой график битка. Мы фиксируемся с вами, что у нас вот здесь, в этой точке 15 марта. На сегодняшний день у нас с вами 20 августа. То есть это полгода боковик. Ну, вот просто не убавить, не добавить. Вот это дебильное флетовое движение, которое разматывает рынок в обе стороны. Да, где-то боковик, соответственно, волатильность была побольше, где-то вот здесь была поменьше. Здесь вообще, да, помните, просто нас два месяца мариновали вот это движение, но его торговать было практически невозможно. Каким-то чудом просто мы забирали там движение на альтах, потому что там линк, флоу, ван инч давали там по паре иксов. Но, опять же, я не считаю, что это какой-то хороший рынок и это вот действительно больше, наверное, там какое-то везение, аналитика, да, очень долгое и нудное, чтобы высмотреть такие проекты. Собственно, это первый момент, который нам нужно с вами понимать. То есть мы сейчас с вами просто фиксируем, что мы находимся в боковике. То есть рынок не слили, не там, не знаю, он не рухнул, вообще ничего по сути не произошло. Мы вернулись обратно ретестить уровень 25 тысяч долларов. Это абсолютно нормальное явление. Опять же, если вы смотрите мои обзоры с самого начала года, я примерно про это вам и говорил. То есть я вам говорил, что я жду вот какое-то такое нудное выматывающее флетовое движение, после которого мы, соответственно, уже будем тузумунить. Да, вот здесь вот, вот здесь вот казалось, что тузумун, он уже вот-вот где-то рядом. Уровень, наклонная поддержка, все такое прочее, но не срослось. Собственно, давайте будем разбираться с тем, как действовать нам дальше. Прежде чем мы перейдем дальше, я вам хочу важный моментик один сказать. Смотрите, друзья мои, вот если вы не смотрели мой прошлый обзор, который выкладывался на этом канале замечательном, то я вам крайне рекомендую прямо сейчас подписаться на канал, включить уведомления и обязательно посмотреть прошлый обзор. Потому что там было про макро, там были фракталы из прошлого по графику Битка. Там 35 минут, короче, получилось видео большое, потому что я там 10 дней не снимал обзор. И вот прям все-все-все вот так вот плотненько туда натрамбовало. Новости и макро и такой глобальный теханализ. Вот сегодня будем более локально уже с вами, соответственно, разбираться по ситуации. Возвращаемся на графики и, собственно, продолжаем. Итак, график Битка. Зафиксировались то, что у нас боковик. В прошлом обзоре мы с вами фиксировали то, что у нас еще даже не сломали восходящий тренд. А еще нам надо с вами зафиксироваться, что если вы еще не подписаны на мой замечательный телеграм-канал, крайне рекомендую вам сделать это прямо сейчас. Смешные меммассы, экспресс-обзоры по рынку, больше моих торговых сетапов, подборки полезных видео, еще раз смешные мемы. Но смешных мемов много не бывает, как вы понимаете. Все это в нашем замечательном паблике. Если не подписаны на телеграм-канал, ссылочка под видео, переходите и обязательно подписывайтесь. Собственно, давайте будем разбираться. Мы сейчас с вами пришли в уровень примерно 25 тысяч долларов. Да, но тут можно потрачить пинцетом. Кто-то скажет 24 800, кто-то скажет 25 200. Мы таким вещами с вами заниматься не будем, просто 25 тысяч долларов. Ну, давайте будем округлять уже по адекватности. Собственно, 25 тысяч долларов. Мы с вами его заретестили. Технический тренд еще не поломали, да, то есть буквально 200 пунктов нам не хватило. Но я думаю, что вполне себе можем это сделать. Смотрите, вообще вот если вы давно торгуете крипту, если вы давно торгуете биток, то вы знаете, что он редко выходит из вот таких проливов и, собственно, пролив накопления просто сразу. Обычно это происходит следующим образом. То есть если вы будете отматывать график, это очень легко проверить. Вы можете просто сами посидеть вечером дома, да, например, то обычно у нас выходы происходят следующим образом. Смотрите, вот у нас с вами сейчас идет график. Давайте я возьму кисточку для удобства. Как правило, мы делаем первый лой, после чего, естественно, идет откуп и какая-то консолидация. Здесь налипают лонги. Дальше что происходит? Дальше мы с вами перебиваем этот лой. Да, ну, допустим, это там 24 500, может быть 24 300, может 24 700. Ну, что-то такое. Вот плюс-минус здесь. И при этом, при всем, пока мы здесь консолидировались, у нас вытягивается RSI, да, вот примерно сюда. И на проливе у нас здесь образуется дивергенция. То есть RSI уже вырос, да, а цена, соответственно, еще дальше припала. Это, конечно, удобнее будет смотреть на линейном графике. То есть дивергенция гораздо удобнее смотреть именно на линейках. Но я, опять же, это вижу просто взглядом. Вот видно, где свеча закрылась. То есть линейка, линейный график, он рисует именно по закрытию тела свечи. Но нам сейчас это не суть важен, у нас тут не курс по теханализу. Собственно, и я сейчас ставлю именно на такую рыночную формацию. То есть я все еще уверен, что нас ждет лонговое движение. Почему объяснял в прошлом обзоре? Обязательно посмотрите. Кстати, если вам обзор нравится, не забывайте поставить лайк под это видео обязательно, друзья мои. И делитесь вашим мнением по битку в комментариях. Почему-то в последнем видео крайне было вашего мнения, крайне мало было вашего мнения. Мне действительно интересно почитать, что вы думаете. Я стараюсь на ваши комментарии отвечать и действительно их читаю. Поэтому комментарии обязательно пишите под этим видео. Но, естественно, это помогает развитию канала. Вот. Возвращаемся к нашей теме. Собственно, я думаю, что нас в ближайшее время ждет как минимум, как минимум какой-то более-менее вменяемый отскок. Ну вот, может быть, к уровню 28 тысяч долларов. А скорее всего, собственно, вот такое вот движение. Если, опять же, у нас глобально не будет никакой жопы в экономике. Но мы сейчас с вами переключились именно на трехчасовой таймфрейм. Поэтому давайте будем разбираться, как я буду действовать на трех часах. Мой геймплан будет примерно следующий. Я буду сейчас ожидать снижения к этому уровню. И если здесь все оправдается, то есть образуются дивергенции, здесь не будет какого-то сильного слива типа там на 24-23 тысячи долларов, то здесь я планирую открывать лонговые позиции. Буду открывать лонги как по битку, так и по льтам. Я вам говорил уже в прошлом обзоре то, что спотовые лонги набираю прямо с текущих лесенкой. А фьючерсные буду набирать чуть-чуть пониже. Потому что по поведению битка обычно всегда происходит еще один закол вниз. Это мы с вами зафиксировались. Причина к открытию лонга здесь следующая. Тренд у нас глобально восходящий. Находимся мы в бычке. Пусть это не такая бычка, о которой все мечтают с ламбо режимом. Но тем не менее тренд восходящий. И собственно я вижу сейчас для себя приоритет к открытию лонговых позиций. Ну и тут на самом деле я вижу два варианта. То есть сейчас, если мы открываем свой дневной график по битку, ну давайте по-честному. Тут либо шортить скальпингом, да, то есть там на часовиках может быть искать какие-то точки входа и локально брать какие-то небольшие шорт позиции. Но если мы говорим с вами про работу с дневным графиком, которая, ну которая мне нравится, например, больше всего, то здесь история какая. Ну куда вы здесь собрали шортить? RSI на 20-ке на битке. Посмотрите на истории, что происходит после того, как RSI сливает до 20-ки. Как минимум происходят очень хорошие отскоки, вот, а часто происходит и разворот. Вот, поэтому я с текущих шортить смысла не вижу. Биток действительно очень сильно слили. И сейчас либо вы можете выбрать посидеть на заборе, да, то есть просто понаблюдать за рынком, либо, соответственно, я лично буду лонговать. Ну и как я буду это делать, я вам уже примерно сказал. Еще раз, если вы не подписаны на мой телеграм-канал, обязательно это сделайте. Я там постараюсь еще отдельно сказать, когда я открою свою лонг-позицию. Следующий важный нюанс, друзья мои, смотрите. Смотрите, когда мы с вами смотрим на график битка, вот, просто невооруженным взглядом. Вот, посмотрите, что происходило за последние полгода, когда у нас был пролив. Или вообще, в принципе, какие-то резкие движения. То есть, да, сейчас действительно рынок, ну, такой сложноватый. То есть, у нас, вот, если мы берем с вами отсечку, допустим, крахов ТИКСа, да, в ноябре 2024 года. Прошел практически год, там, без трех месяцев. Смотрите, слив, потом долгая-долгая-долгая нудная консолидация. Да, можем даже с вами сейчас сразу смотреть по дням. То есть, здесь у нас была консолидация в районе двух месяцев, да, там, 60 дней. Дальше, соответственно, опять у нас идет резкий импульсный рост. Консолидация порядка 45 дней. Дальше опять импульсный рост. Соответственно, консолидация примерно 79 дней. Ну, пусть будет 3 месяца, там, округлим. Потом опять резкий импульс, резкий выход. И опять же консолидация примерно, там, 60 дней, да. Давайте неправильно там зажал. Вот так вот посчитаем. Консолидация примерно 60 дней. Собственно, какой мы из этого можем с вами сделать вывод? То, что на текущем рынке, вот именно то, что мы переживаем сейчас, да, то есть это вроде уже не медвежка, но это вроде еще и не бычка. Это какое-то вот такое велотекущее говнище, которое очень сложно выторговывать. Мы с вами делаем вывод, что очень большая вероятность того, что давайте я переключусь на график сейчас на трехчасовой, мы будем с вами еще долгое время видеть именно вот такое движение. То есть вообще я допускаю, что у нас сейчас, ну, еще пару недель, мы будем просто с вами вот так ходить. Вот так вот. Как-нибудь вот именно вот в таком диапазоне. То есть, ну, может быть, да, тут будем иногда каких-то там шортистов выносить, не знаю, лонгистов выносить. И вот что-то вот такое вот у нас будет с вами происходить на графике. Вполне себе, потому что именно по модели поведения рынка в последнее время все похоже именно на это. То есть у нас идет какое-то резкое движение, которое, ну, практически можно предсказать. Потом, соответственно, у нас идет какая-то выторговка, и после этого идет следующий резкий импульс. Но, естественно, если мы с вами рассматриваем сейчас вот это все движение как боковик, да, то есть мы говорим о том, что вот здесь у нас было начало этого боковика, здесь второе касание, здесь третье касание, то сейчас мы выторговываем вот эту область, да, мы можем проколоть спокойно, ну, вот сюда, да, мы сходим, там еще куда-то вот так вот, например, потом опять сходим. Но в итоге мы все равно должны пойти вверх по текущим. Это мой позитивный сценарий, да, то есть если мы говорим сейчас про то, на что я ориентируюсь в первую очередь, это вот какая-то такая выторговка, и, собственно, из нее уже выход вверх. Я рассчитываю именно на это. Дальше. У нас есть с вами негативный сценарий. Негативный сценарий я тоже для себя сейчас рассматриваю. Он связан в первую очередь с негативными ожиданиями по американской фонде. Прежде чем мы перейдем к разбору негативного сценария, давайте я вам напомню, что у нас есть очень крутой бесплатный торговый чат. Называется он Traders Chats от проекта Криттер. Для того, чтобы в нее присоединиться, вам нужно перейти по ссылке под этим видео, и там будет прям такая ссылка. Вступить бесплатно в торговый чат. Вы переходите в бот, а там будут все условия. Для того, чтобы к чату присоединиться, нужно быть партнером по одной из бирж... Партнером по одной из бирж... Партнеров? Правильно, да, я вроде говорю? Нашего проекта. Это либо биржа Бабит, либо мы сейчас партнеримся с биржей ОКХ. Далее, собственно, если хотите к чату присоединиться, еще раз по ссылочке переходим, регистрируемся и залетаем в наш чат. Здесь, соответственно, торговая идея, поддержка других участников, торговые сетапы и все такое прочее. Вот, двигаемся далее. Касательно американской фонды. Я вам на прошлом обзоре тоже об этом говорил. То, что американская фонда выглядит, ну, мягко говоря, не очень. Ее достаточно сильно перепродали. Показатели по мультипликаторам там отвратительные. То есть рынок находится в состоянии очень жесткого пузыря. И я вам показывал вот эту, опять же, наклонную поддержку. То, что если мы берем с вами график S&P 500 за последние 15 лет, то есть 2008 года, то мы с вами видим. То, что у нас продолжается восходящий тренд. И для того, чтобы у нас была просто нормальная коррекция восходящего тренда, еще раз, ни обвал, ни падение, ни крах американской экономики. Просто нормальная коррекция на вот этот перегретый пузырь. Мы должны с вами прийти в уровень куда-то, типа там, 3200. Ну, там, 3200, 3200, 3300 плюс-минус. Это будет, опять же, просто нормальная коррекция на восходящий тренд. Потому что то, что находится сейчас, то, что мы видим сейчас, это просто, ну, неадекватные значения для того состояния экономики, которое есть. То есть, да, инфляция высокая, соответственно, ипотечные ставки растут, продажи недвижимости падают. В принципе, прибыли самих корпораций падают, да, там, последние отчеты Apple вообще полное говно. Ну, вот, и никаких особых факторов для роста нет. Но, собственно, вся эта история пока что разгоняется. Как долго это будет происходить, сказать сложно. Есть у меня мысли открыть шорты по американской фонде. Кстати, мы на этом канале с вами говорим в основном про крипту. Вот последнее видео записывал про разбор рубля. Тоже многим зашло. Вы, кстати, мне маякните тоже в комментариях, если вам интересно, там, разборы периодически делать какие-то не только крипты, там, не знаю, валюты, да. Ну, я, естественно, слежу только за парой доллар-рубль. Остальное меня не особо интересует. По американской фонде я слежу в основном за индексами и мамонтами. Потому что их интересно, во-первых, откупить на просадке. Во-вторых, возможно, интересно сейчас будет американскую фонду именно зашортить. Потому что здесь рисуются сейчас хорошие разворотные паттерны. То есть, если вы открываем недельный график, то мы видим, здесь у нас было с вами очень такое красивое техничное медвежье поглощение. Одна свеча поглотила две предыдущие. Еще раз на недельном таймфрейме. Это реально хороший такой свечной паттерн. Именно через него обычно происходят развороты на S&P. Вот здесь, да, видите, тоже было поглощение. Сейчас поглощение. И, в принципе, три падающие недели подряд. Скорее всего, здесь это падение будет продолжено. И это один из тех рисков и рисков, которые сейчас есть для битка. Но, опять же, биток может отвязаться от фонды. И я именно с точки зрения битка стараюсь смотреть только на биток, на американскую фонду. Вот так вот краешком глаза подглядываю. Собственно, негативный сценарий. То есть, если мы с вами предполагаем, что у нас сейчас американская фонда нас потащит не за собой, что у нас здесь вообще может быть? Для этого мы давайте переключимся с вами на трех... На трехдневный график битка. И откроем другой график, который у меня почище без уровней. Смотрите, здесь история у нас вообще с вами какая. Вот мы видим с вами график. Вот мы видим с вами достаточно большую зону накопления. Которую я для себя вижу примерно следующим образом. Ну, плюс-минус что-то такое. То есть, это все, что от 16 тысяч долларов до 30 тысяч долларов. Я все это вижу как зону накопления. В принципе, если условный манипулятор Market Maker сигнал сигнать биток до 150 тысяч долларов в следующем цикле, а я думаю, что мы эти цены еще с вами увидим, то почему бы не набирать его там по 25, по 20, по 16, по 30? То есть, я думаю, что это все используется как зона накопления. Сказать, как будет реализовываться эта зона накопления, вот это сложнее. Потому что вы должны понимать, как бы предсказывать то, что будет через год-два, вот именно потенциально, это немножко проще, чем предсказывать то, что будет локально. Мы с вами сейчас разбирали положительный сценарий. Да, то, что у нас сейчас рисуется там какая-нибудь диверегенция на младшем фрейме. После этого, соответственно, мы летим к верхней границе боковика, а может быть пробиваем там 32-33 и, собственно, идем выше. Это еще раз тот сценарий, на который я сейчас ставлю. И тот сценарий, исходя из которого я буду прорабатывать свой и спотовый портфель, и, соответственно, буду набирать фьючерсные позиции. Если же мы говорим с вами про негативный сценарий, который тоже надо вот всегда держать в голове, это, наверное, одна из ключевых ошибок людей, которые приходят в крипту, думать только о хорошем. Я считаю, что думать нужно обо всех раскладах. Если вы готовы к любому развитию ситуации на рынке, если вы умеете правильно считать математику, то, собственно, вам, в принципе, без разницы, куда пойдет цена. Пойдет вверх, будете продавать. Пойдет вниз, будете докупаться. Все достаточно просто. Если работаете по фьючерсам, там, конечно, немножко по-другому, но если мы говорим с вами именно про спотовые инвестиции, то здесь все действительно немножко проще. Особенно, если вы удачно заходили в рынок, по 16-20 тысяч долларов, вы уже находитесь в позиции, соответственно. Как это все может выглядеть история? Смотрите, у нас есть негативный сценарий номер раз. Это ретест вот этого уровня. То есть здесь у нас очень такой жирненький уровень про торговки в районе 21 тысячи долларов. Он тоже исторически такой хороший уровень. И здесь его много торговали. То есть если мы будем сейчас провалиться с вами ниже, то 21 тысяча долларов – это будет следующая остановка по битку. Собственно, это негативный сценарий номер раз. То, что мы провалимся с вами куда-то вот сюда сейчас к уровню. Я не знаю, где будет RSI на битке. На пятерке, наверное, на дневке. То есть мы вот куда-то сюда идем. Здесь опять же торгуемся. И после этого, собственно, идем выше. Это негативный сценарий номер раз, который видится таким чуть более вероятным, чем второй сценарий. Второй сценарий – это очень негативный сценарий. Это сценарий, в котором мы с вами сейчас будем долго, медленно падать. Может быть, будем резко падать, да? Но смысл какой? Что мы пойдем на дно. То есть мы пойдем на 16 тысяч, мы пойдем обновлять, возможно, лаи. Это будет вот какой-то вот такой вот, как это происходит? Чашеобразный разворот. Но пока что мне в эту картину верится слабо. Объясню вам почему. Помните, была такая ситуация, то, что я показывал, и камера была направлена на меня. Давайте перезапишу. Друзья мои, сори, не буду я сейчас заниматься монтажом. Вот, перезапишу просто. Смотрите, негативный сценарий номер два. В общем, показывал я какой. Что мы будем просто с вами вот так вот плавно снижаться, да? Там, может быть, будут какие-то резкие выносы, да? Будем сверилить дно на 16 тысячах. После этого будем вот здесь консолидироваться, и уже после этого куда-то там выходить ближе к халвингу в начале 24-го года. Но это я уже, наверное, перегнул, да? Не к ноябрю, а вот... Хорошо, давайте. Вот так, да? Вот так. Собственно, вот так и вот так. Плюс-минус. Это очень негативный сценарий. Почему? Я считаю, что его отработка крайне маловероятна. Смотрите. Когда мы с вами падали в прошлый раз, все ждали биток по 10 тысяч. Все ждали биток по 10 тысяч, хотели его там покупать, и говорили, будет 10, куплю 100%. 10 не дали, дали 16. Сейчас люди уже увидели, да? 10 не было, но очень резко мы отстрелили там сначала на 25, потом на 30, и в принципе народ опомниться не успел. Как я вижу эту ситуацию, сейчас моя логика. То, что все сейчас ждут 20. Все такие вот реально, на кого не посмотри, не послушай. Будет 20, я буду покупать, там, залетать на всю котлету, все такое прочее. Продам почку, машину, жену, там, все, что у меня есть, и закуплю битки по 20. Первая ситуация. Вам дают битки по 20. Это плохо. Потому что если все ждут битки по 20, и вам их дают, ну, здесь что-то не ладно. Вот реально, что-то здесь не ладно. Ну, не должны давать битки по 20 людям, которые ждут битки по 20. Потому что по 10 не дали, почему дадут по 20 через год купить? Ну, я этот момент не понимаю. Если вам дадут откупить битки по 20, да, условно, вот здесь, то очень сильно повышается вероятность того, что мы действительно с вами попали в какой-то скам, главный скам 21 века, и, ну, биткоин будет стоить ноль после этого. Вот, это действительно мое мнение такое. То есть, если мы будем обновлять с вами дно, то там будет такое количество желающих купить. Особенно сейчас, да, особенно когда там все посмотрели, что да, биток оказывается выжил, он пережил там 16 тысяч, он пережил это, крафт их карах, там, FTX, там, не знаю, скам USDC, там, частично и так далее. Здесь все будут покупать. Но зачем вам отдавать вот эти битки, которые крупный игрок сейчас у себя держит? Я не понимаю этого момента. То есть, я не понимаю, зачем ввести сейчас биток на 20к и давать людям там покупать. Почему мне кажется, что вот та зона, в которой мы сейчас находимся с вами, просто логически она очень удобная для людей, которые условно рулят рынком, да, которым нужно как можно большее количество активов у себя саккумулировать, для того, чтобы потом их пульнуть и, собственно, на хаях уже раздавать там хомякам, которые будут новые хомяки приходить в рынок. Логика здесь какая? Вот давайте сейчас обратим с вами внимание на график. Если мы с вами сейчас провезем людей куда-то вот сюда, вот, например, в 23-24 тысячи долларов, мы уберем ланги тех людей, которые открыли их вот здесь, да, то есть мы убираем эти ланги, потому что они ставят стопы свои куда-то сюда. Но при этом, при всем, при этом, при всем, мы не даем закупиться тем, кто хочет сделать это там, типа по 21-22 тысячи. Да, то есть получается мы выносим из позиции этих ногами вперед и этим не даем закупиться. И когда я размышлял о том, вот, как бы, какой бы сценарий я видел более вероятным, я бы видел более вероятным именно этот сценарий. То есть еще раз, мы спускаемся типа 23-24, ну, может быть, там 24-500, может быть, 22-900, что-то такое. Но мы не доходим до 20-ти, а это самое важное. Здесь мы, опять же, какое-то время консолидируемся, а может быть, и без консолидации, и после этого идем либо в верхнюю границу боковика, да, на 30 тысяч, либо, соответственно, сразу тузмуню. Потому что не хочется мне, чтобы биток был 20 тысяч. И не потому, что там у меня какие-то ланги на споте и так далее, я с удовольствием откуплю по 20. Но мне не нравится то, что людям будут готовы дать откупить битки по 20. Это реально плохой знак. Ну вот, мне он просто не нравится. Такие дела, друзья мои. На этом мы с вами на сегодня заканчиваем наш великолепный обзор. Лайк под видео, подписывайтесь на канал, включайте уведомления и обязательно пишите ваше мнение в комментариях. Расскажите, как вам вообще сегодняшний обзор и как вам логика, которую я с вами поделился касательно рынка. Мне будет интересно почитать ваши комментарии. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok